Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа, распятого за нас при Понтии и Пилате, воскресшего в третий день, и в Духа Святого, Господа Животворящего, и во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Верую». Важно ли для спасения иметь какие-то видимые достижения в земной жизни? От чего вообще зависит спасение? Сегодня мы ищем ответ на эти вопросы. Нам в этом помогает священнослужитель Павел Жуков. Павел, здравствуйте! Рад вас приветствовать в нашей студии. Итак, спасение. От чего оно зависит? Некоторые люди полагают, что для того, чтобы обрести спасение, необходимо в жизни достичь каких-то видимых, серьезных духовных результатов. Вы согласны с этим? Действительно. Для того, чтобы получить спасение, необходим духовный результат. И спасение, как дар Божий, оно зависит от того, верит ли человек или не верит. Первое. Следующий вопрос – в кого он верит? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть все, что касается Господа, а Бог есть Дух, это духовное. Поэтому, действительно, духовные результаты должны быть. Но какие именно духовные результаты? Покаяние, исповедание грехов, признание Господа своим спасителем, обещание Богу доброй, чистой совести. То есть это такие категории, которые идут как невидимые, как духовные, как неосязаемые. С этим вопросов особо нет. Есть более сложный вопрос – а как насчет видимых результатов? И это часто перекликается, я уверен, это все слышали. Спасение по делам и спасение по благодати. В целом, само спасение, оно является даром благодати. То есть человек не заслужил, ему дается спасение или возможность спастись. Для этого нужна вера, как духовная категория. Но что же будет дальше? Или другая грань есть, когда человек пытается, вот до того, как он получает этот дар, показать, что он достоин этого дара. И это религия дел. Религия, в которой человек должен угодить Богу. Показать, что «Господи, посмотри на меня». Замечательно эта фраза отражается, или эта идея, в песне Владимира Семеновича Высоцкого. «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал». То есть попытка обратить на себя внимание. В этом есть проблема. Это неправильно. Это проблема, да? Проблема, потому что дискредитирует дар. Дискредитирует того, кто дает. Апостол Павел четко заявляет, что спасены вы по вере. Это дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Нельзя к спасению добавить какое-то человеческое усилие, человеческий результат. Иначе это умоляет самого Бога и его всемогущество. Но все же мы тогда на этом могли бы благополучно закончить нашу беседу. Но все же вы в конце, ой, вернее, в начале, буквально пару минут назад сказали, что вот то, что покаяние, вера, это как бы невидимая категория. Но есть еще и видимая категория, о которой важно говорить. Да, об этом, как и во многих непонятных местах Писания или каких-то идеях, говорит апостол Павел в послании к Оринфянам. Вот мы на него бы хотели обратить внимание, потому что он говорит о спасении. А для христианского мира, вообще для всякого верующего человека, это очень ценная категория в любой религии. Так вот, если мы говорим о спасении, вот Павел дает свои размышления. 1 Коринфянам, 3 глава, 9 стиха. Он говорит так. То есть Павел как-то обозначает такие маячки, да, в вехе. Мы соработники, есть Божья Нива, потом все строят, есть основания. Но то, как на этом основании происходит строительство, каждый отвечает сам. И дальше. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Уверен, наши зрители встречали такие слова, что Господь есть краеугольный камень, Он есть скала спасения. То есть спорить о том, что Христос есть скала и основания, никто не собирается. Но Павел говорит дальше. Строит ли кто на этом основании, то есть на Иисусе Христе, из золота, серебра, драгоценных камней, и мы тут ставим везде восклицательный знак, а дальше он пишет, дерево, сено, соломы. Ну, даже с деревом немножко бы согласился, с сеном и соломой уже как-то сомнительно, да. И вот каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Вот, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Вот это очень сомнительные слова, особенно 15 стих. У кого дело сгорит, потерпит урон, но спасется. Что же это за такое спасение, когда есть урон, есть сгорание дела, человек все-таки спасается. Мне вот интересно, о каком деле здесь идет речь. Что строить-то нужно? Основание Христос, да? А что нужно строить, собственно говоря? Каждый человек в своей жизни пытается достичь каких-то результатов, проявить себя. Мы иногда говорим такой фразой, образной, строение всей жизни. И вот это строение можно строить по-разному. Павел говорит, что есть разные стройматериалы. Кто-то использует драгоценные камни, золото, серебро, а кто-то дерево, сено и солому. И испытание, оказывается, будет огнем. И когда мы сравниваем золото, серебро и драгоценные камни и огонь, все нормально. Очищение, никакого вреда. А дерево, сено и солома, оно сгорит. Поэтому, когда ты что-то делаешь, надо выбирать еще и правильные строительные материалы. Нельзя довольствоваться только фундаментом, говорит Павел. То есть, никто не спорит, что... То есть, одного Иисуса Христа мало, или одной веры в Него, да? Вот получается, что так. Но, смотрите, мало для чего. Да. Павел не говорит, что ты неправильно избрал стройматериалы, и от этого погибнешь. Он говорит, что спасется как бы из огня. Здесь одна интересная деталь. Можно вспомнить, как трактуют эти тексты толкователи и отцы ортодоксальной церкви. Они говорят о том, что Господь сжигает дела, а самих людей, которые эти дела делали, не сжигает, а продолжает сжечь. То есть, Он их сжет огнем, ну, вечным огнем, наказанием, какими-то мучениями, но не сжигает. И использует этот стих как апологетику вечных мук, вечного наказания. То есть, Бог сожжет все материальное, а тебя, человек, который Богу не угодил, будет сжечь. Несколько страшно. Здесь говорится все-таки о спасении. Примером подобным может явиться самый яркий образ, он часто вспоминается в христианстве, разбойник на кресте. Он был рядом с Иисусом. Его определение как человека – разбойник. И он всю жизнь прожил как разбойник. Он заканчивает жизнь как разбойник. И вдруг ему Иисус говорит, говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. Это же спасение, правда? Да. Быть в раю – это спасение. Значит, этот человек ничего хорошего в жизни не сделал, получил спасение. Но теперь, вот когда он получил спасение, оно показывает очень ярко, что это не заслуженно. Он всего лишь признал вот этого страдальца, который рядом с ним, что это Господь. Это лишь иллюстрирует силу Божьей благодати. Но для всех остальных не является примером. Посмотрите, Павел говорит вот в этом отрывке. Мы – соработники у Бога. Для чего получить спасение? Просто чтобы насладиться вечностью? Чтобы просто жить вечно и все? Или он хочет, когда мы принимаем Христа, чтобы мы что-то сделали? Какое-то деяние доброе. Вот для чего сделали и что сделали? Ну, допустим, здесь такие объяснения. Вы – Божья Нива, Божье строение. Кому он говорит? Христианам, верующим людям. Это люди. Это не просто собрание людей, не просто пронумерованные какие-то единицы. Это личности. Теперь представьте, вот Павел уверовал. Он сказал, Господь, я тебя гнал, теперь я каюсь, я тебя люблю. И все. И я теперь тихо, мирно буду ждать, когда ты придешь и заберешь меня к себе. Но не так. Мы читаем из книги «Деяния апостолов», что Павел, обратившись, стал проповедником правды. Он стал созидать Божье строение. 14 книг Нового Завета написал апостол Павел. Десятки, а может быть, сотни церквей он открыл. Тысячи людей обратил. И когда Павел придет к Господу, уже в конце истории Земли, он принесет своеобразный плод. Ну, есть такие слова в Священном Писании, которые говорят так, что обратившие многих к правде будут сиять. И еще есть христианское объяснение, что те, кто что-то делают для Господа, для Его Церкви, для Царствия Божия, они будут иметь венцы из звезд по количеству тех людей, кого они обратили, кого они спасли. То есть человек, когда он поверил в Бога, должен после этого еще обращать других людей к этой вере. Мы использовали пример апостола Павла. Вот он действительно обращал. Но не каждому дано обращать. Господь говорит, один будет апостолом, другой пастырем, другой учителем. Пятый и шестой будут людьми молитвы. А седьмой и восьмой будут добрыми матерью, отцом. А кто-то будет добрым помощником. У каждого есть свой дар, свой талант. Это иллюстрируется в притче Иисуса Христа о талантах. Господин ушел и дал таланты. Один, два, пять. И каждый с этими талантами, не просто обнявшись, ждет Господина, а говорит, что бы мне сделать, что бы Господину угодить. Это как раз показывает отношение. Когда мне дал Господь спасение, если я эгоист, то я просто это спасение дорожу, и мне этого хватает, и не хочу даже никого видеть. Вот где проблема. Мне хорошо с Господом. Сегодня эту фразу часто приходится слышать. У меня с Господом все нормально. У меня с Господом все замечательно. Да? Ну это здорово. А как у тебя твои отношения с ближними, с соседями, с коллегами? Ты всех их за людей не считаешь, зато ты любишь Господа? Так не получается. Ну значит, этот человек и не любит Господа. Значит, у него и веры нет, раз так. Знаете, в чем парадокс? Разбойник тоже не имел времени показать свою любовь кому-либо. И доказать, что на самом деле он покаялся, а не просто возопил громким голосом, потому что больно. Мы не знаем. Но Иисус ему почему-то сказал, будешь со мною в раю. Вот этой фразой, сложная фраза, спасется как бы из огня, но потерпит урон. Господь хочет, чтобы когда мы приняли спасение, оно в земной жизни имело какой-то результат. Если ты спасенный, тогда ты человек благодарный. Если ты спасенный, ты тогда скромный и смиренный. Если ты спасенный, ты любишь бескорыстно. И ты не откажешься от своей миссии на земле. Интересный один сюжет, он несколько раз подчеркивается в разных Евангелиях. Допустим, Матфея, 16 глава, 24 стих. Иисус говорит ученикам, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Интересный парадокс. Нам бы хотелось, и даже люди многие так представляют, что Иисус Христос пришел, чтобы всем нам раздать свои кресты, христовы. А Иисус говорит, себя отвергнись, но крест возьми не мой, а свой крест возьми. Крест в жизни, нам нужно оценить, что у нас есть в жизни, как крест. У отца и матери их крест отцовство и материнство. Потому что это нелегко, это сложно. Матери нужно отдать себя, чтобы выносить ребенка, заботиться о нем, растить. Чтобы потом в конце истории земли сказать, Господи, ты меня спас, и вот детки, которых ты мне дал, я им себя посвятила и воспитала их для царства твоего. Вот он результат. И вот те качества, которые показывает мать по отношению к своему ребенку, это качество золотое, серебро, это драгоценные камни. Есть другая крайность, когда человек говорит, я спасен, и после этого мне уже ничего не надо. Я не хочу учиться, не хочу жениться, не хочу работать, не хочу ничего строить, созидать. Мне ничего не надо, я вот хочу быть таким блаженным аки-скиталец или аскет. И вот полезность такого человека сводится к нулю. Почему это важно? Те люди, которых Господь спас, в Писании их называют телом Христовым или Церковью. А когда Иисус был на земле, то его тело, оно ходило, проповедовало, исцеляло, возлагало руки, совершало действия. Он не был ходячим теоретиком и просто проповедником. У него было конкретное служение. То есть важно помогать людям делать добро, да? Это фундаментально. Но если вот человек, который говорит, я поверил, но вот для меня достаточно того, что я просто вот верю, я душой к Богу прильнул, Бог такой прекрасный, но сам я ничего делать не хочу. Про него разве можно сказать вообще, что он по-настоящему в Бога поверил? Мне кажется, что если действительно человек верит в Бога по-настоящему, как следствие он и будет любить. По крайней мере, он будет стараться. Может, не все будет получаться, но он будет стараться идти в направлении к доброте и любви. Теперь представьте, дается возможность разбойнику с креста вот сойти. И жить дальше. И жить дальше. Он бы хотел что-то сделать, но его мыслительные способности, его тело, все уже растрачено. И он хочет, а не может. Ему не хватает ни социализации, ни навыков общения, ни воспитания. Вот это важно помнить, что если тебе дастся возможность, а ты ее уже прожег, у тебя нет просто возможности. Ты хочешь любить Христа, а таланта, способности нет. Ты их потратил на предыдущую греховную жизнь. И Бог, по ругаем не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Ты можешь спастись, но тебе нечего будет представить Богу. Это суждение ни в коей мере нельзя использовать для оценки других людей. Это суждение нужно для себя лично. Вот сейчас я не трачу ли свою жизнь на что-то, что потом заберет все мои силы, и я Господу не смогу послужить. Мне нужно сегодня подумать, как мне грамотно строить, и что мне делать сегодня красиво, качественно, чтобы люди, видя добрые дела, прославили Отца Небесного. Это повеление из Нагорной проповеди Иисуса Христа. Павел, время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Я благодарю вас за участие в передаче. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Верую». Если вас заинтересовала тема, которую мы сегодня обсуждали, вы можете оставить свои отзывы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»